Господин Кубирюс, два простых вопроса. Что делать с ситуацией вокруг Каховской дамбы и Запорожской АЭС? И второй вопрос. А что же делать с Российской Федерацией? Ну, во-первых, насчет Каховки, я думаю, что запад, коллективный запад должен реагировать гораздо более жестко. И те инструменты внушения Кремлю, которые были использованы в прошлом году, когда Кремль очень как-то полюбил угрожать ядерным оружием, тогда Соединенные Штаты сумели как-то убедить Кремлю больше об этом не говорить. То же самое нужно и по поводу Каховки. И наряду с такими дипломатическими разговорами нужны и инструменты юридические, скажем. Об этом мы говорили раньше и сегодня еще больше в этом убеждены. То, что делает Кремль в таких случаях, как Каховка, это напоминает то, что делает международный терроризм. И есть целый ряд решений Европейского парламента, есть пример Соединенных Штатов Америки, что они делают с террористическими государствами. Нужно идти этим путем. Ну и, конечно, в конце концов, единственная возможность, как избежать таких геноцидальных преступлений в Москве, это, конечно, достичь полной победы против Кремля в самое ближайшее время, военной победы. И это, опять же, зависит от Украины, но очень сильно зависит и от Запада, который поставляет вооружение. Так что здесь вопрос такой. Теперь насчет России. Ну, во-первых, нужно не бояться в Западе последствий победы Украины против России, потому что мы чувствуем, что такая боязнь в некоторых столицах существует. Из этого получается так, что некоторые лидеры начинают сомневаться, нужно ли поставлять большое количество качественного оружия Украине, потому что они боятся, что с этим оружием Украина может достичь полной победы против России, а тогда в России начнется какой-то там коллапс, хаос, смута и тому подобное, ядерное оружие останется без присмотра. Я думаю, что этого не надо бояться, как раз наоборот, полная победа Украины может открыть окно возможностей и для позитивных перемен в самой России, для коллапса кремлевского режима, для прихода более нормальных людей во власть, с возможностью эволюции и до нормальной демократии в самой России. Спасибо. 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 Спасибо.